К Дню Корейных Народов Мира присоединилась и наша телерадиокомпания, моя коллега Любовь Пермякова вместе с единомышленниками отправилась в лес, чтобы воссоздать обычаи и традиции славянских праздников, которые всегда отмечались с размахом и по-особенному. О том, как радовались летним дням, водили хороводы и украшали себя русские красавицы, смотрите прямо сейчас. Венок – один из самых красивых природных украшений славянских девушек. Каждый его элемент мог рассказать о многом – характере, возрасте и даже чувствах красавицы. Круг и кольцо – два важных образа в Древней Руси. Они символизируют единство и совершенство, а еще олицетворяют солнце, вечное возвращение растительной жизни, плодоношение земли и женское начало. Вера славян – волшебную силу венка нашла свое выражение в многообразии его видов. Это величальные, свадебные, ритуальные и календарные. До сих пор есть поверье о том, что в венках, сплетенных девушками собственноручно, заключается великая и мистическая сила оберега. Их плетение было непростой забавой, а каждый цветочек нес себе особый символизм. Например, бессмертник символизировал здоровье, тысячелестник – непокоренность, калина и ромашка – девичью красу, василек – преданность и верность. Кроме ярких цветов, в венок вплетали вишню, яблоню, чабрец, полынь, мяту, душицу, донник, первоцвет, вереск и лилию. Этнографы насчитывают более десяти видов плетения головного убора. Вот этот венок плетется, как гнездо птицы. То есть, вот именно укладываются травы и цветы друг на друга, и затем они начинают втыкаться, как веточки втыкают птичка клювиком. Предназначался он для охранения от болезней, его вешали в красном углу. И, например, если в доме кто-то заболевал, то старшая хозяйка в доме, она брала, например, пучок этих сухих трав и могла запарить. И шел удивительный аромат, и тогда как бы становилось легче. Также пили чай с этими травами, то есть вот они несли такую вот силу духа полей. Также для каждого возраста венок имел свой набор цветов и растений. Например, когда славяночке исполнялось три года, мама сплетала ей первый веночек. Он состоял из бархатца, незаботки и ромашки. Каждый из цветков лечил ребенка. Бархатцы – от головной боли. Барвинок и незаботки зрение развивали. Ромашка сердце успокаивала. В четыре года плесся другой веночек. В него добавляли бессмертник, листья яблони или багульника. Для семилетней девочки плели венок из семи цветочков. И, наконец, приходило время венка любви. Его выплетали девушки в возрасте от 13 лет и до замужества. Основу такого венка составляли ромашки – символ юности, доброты и нежности. Конечно же, для девушек этот венок был самым главным. Когда наступало время жениться, во время свадебной церемонии жених с невестой, а также все приглашенные надевали на голову венки из какого-либо ароматного цветка. Кстати, молодая вручала венок, сплетенный своими руками избраннику, как знак любви и верности. Именно от слова «венок» или «венец» произошло название церемонии венчания. И только потом витой головной убор был вытеснен привычными обручальными кольцами. Раньше невеста после венчания кидала в толпу не букет, а свой венок. Считалось, кто быстрее поймает, тот скорее выйдет замуж. И еще один ритуальный девичий венок плелся не только из цветов, но и из свежей зелени. Это главный атрибут участников троицких обрядов и гуляний. На этот праздник существовал обычай завивания венков на березе. Закручивали ветки кольцами и связывали их. Кроме того, дерево украшали лентами, бусами и цветами. Водили вокруг наряженные березы хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу. Ну и, конечно, самая волшебная ночь в году, где венок играл особую роль, наступала в ночь с 6 на 7 июля по новому стилю. Это праздник Ивана Купала. Согласно древним поверьям, дошедшими до нас еще с языческой Руси, в Купальскую ночь земля отдает людям часть своей великой силы. Растения наполняются полезными свойствами, а вода и огонь способны очистить и избавить от любого недуга. Для девушек же это время гаданий. Кстати, проверено временем, что гадания в Купальскую ночь самые правдивые. Одним из самых распространенных гаданий в Ивана в день было гадание на венке. Девушки плели венки, после чего опускали их в реку. Если венок не утонул, то в этом году девушка обязательно выйдет замуж. Если же венок все-таки утонул или уплыл далеко, то значит не быть ей невестой. А еще можно узнать, по такому гаданию сбудется желание или нет. Если поплыл венок, желание сбудется. Прибился к берегу или утонул? Увы. Праздник Ивана Купала был шансом для незамужних девушек и парней найти вторую половинку. Поэтому и водили веселые хороводы устраивали шумные игры. Например, бегали от водяного. Конечно, это был ряженый. Согласно легенде, главный водный житель в этот день был именинником, а значит, обладал магической силой. Если водяной догонял девушку, то без поцелуя не отпускал. Если ловил парня, пытался побороть его. Еще одна игра, которая была популярна на Купала, да и вообще во время летних праздников, когда водили хороводы, поцелуйные. Девушки вели венки и целовались с парнями через них. Считалось, что это пустой поцелуй и ничего не обещает. Как говорили наши предки, кто умеет веночек свить, тот и жизнь умеет любить. Традиции и обычаи славян остались далеко в прошлом. Сегодня венок не так часто используется в обрядах, и о его значении мало кто знает. Но возрождению красивого головного убора все-таки быть, считают специалисты. Ведь с каждым годом популярнее становятся свадьбы в народном стиле, где наряд невесты состоит из простого белого платья, а распущенные волосы украшает цветочный венок.